В отличие от могил, которые заранее не копают, заготовки гробов теперь делают наперёд, чтобы ускорить процесс. Их не сколачивают, как раньше, а используют шуруповёрт. Вероятность, что доски треснут намного меньше. О том, что смертность увеличилась, говорит и статистика захоронений на Зеленодольском кладбище. Ритуальщики нам сегодня заявили, в доковидные годы хоронили по 3-4 человека. Осенью этого года смертность выросла в разы. Приходится копать по 10, а временами 15 могил в день. Люди поступают с морга. Они поступают с ковидного центра. Умер ли он от ковида, либо от сопутствующих заболеваний, это уже как-то врачебная тайна. Мы практически стараемся в эти вещи не смотреть. Мы регистрируем метрические данные граждан. Территорию кладбища регулярно расширяют. Часть умерших хоронят на семейных участках, часть отправляются на новые, очищенные территории. Зимой хоронить сложнее, признаются ритуальщики. Земля промерзает, иногда даже приходится ее подогревать. На месте будущей могилы жгут, например, покрышки. Кстати, проводить человека в последний путь в Казани стоит недешево. Средняя стоимость гроба, например, 2,5-3 тысячи рублей. Можно, конечно, и за 50 тысяч купить, но тут уже на вкус и цвет. Плюс венок рублей 700, копка могилы 2,5 тысячи рублей, а еще оградка, памятник, деревянный крест, ленточка, табличка. Все стоит денег, зато место на кладбище бесплатное. Однако статистика в 2 миллиона 400 тысяч умерших еще не окончательная. Как правило, к концу года Росстат предоставляет новые данные по смертности. И уже тогда можно будет оценить весь масштаб трагедии.